Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в группу под названием Зацуба и сегодня будем играть за Элизи в магических лапках. Надеюсь мне скинчик сегодня этот прекрасный принесет победу и немножечко удачи. А лучше немножечко, потому что легкие бои я не пойду, а вот командные, это сейчас будет очень весело. Особенно с слабыми командами, где тебе придется, наверное, все-таки танчить, ну то есть я имею ввиду себя, конечно же. Команди... О, бачок 1600, понимаю, понимаю. Ну че, шансы есть, как думаете, бачка 1600 рейтинга осилить? Я думаю, маловероятно. Очень маловероятно с тем, что у нас очень много аптечек, как вы заметили, очень хороший лут, тоже, как заметили. Ну и плюс у нас не вся, не такая уж сильная команда, был бы пингвин, был бы пингвин. Я думаю, мы смогли бы за бака закайтить в замедлении и развалить, условно. Но, опять же, сумеря в какой зоне, если он с ботинками играет с Антальмой Святого, то в этой зоне, наверное, у нас бы это не получилось, а вот где-нибудь в музее, я думаю, получилось бы. Ну, где он как раз и стоит, на самом деле. То есть, бак сейчас стоит где-то в музее, вот в этой зоне, возможно, ушел налево. Но это не точно. Опять же, шансы есть заточить? Можно начать выкладывать яйца пока что. Так, ну, наши ребятки врываются, пока непонятно, кто там и вообще сидит, у нас там вроде снизу седьмой Брюс. Ага, верите, о чем я и говорил, бак играет через окна. Ну ладно, Никсу не надо, поэтому сами заберем. Ладно, надо, надо. Видите, Никс тоже умеет мыслить, это хорошо. Значит, он сможет хотя бы гранатку кинуть там и от бака не умереть, по крайней мере. Куда, интересно, бак убежал? Судя по тому, что он убил здесь и не взял то, что был, ну, лук он и не мог взять, да, логично. Мне кажется, он убежал налево. Хотя мог убежать, на самом деле, направо и сейчас там возле кустов веселиться. Но у нас сейчас идеальный момент будет, если мы кое-что сделаем прекрасно. Я имею в виду, что мы сейчас войдем в момент, когда бак будет драться с другим складом и шотнем из склада бака. И это будет максимально выгодное занятие. Так, ну, этот убежал, ясное дело, вон он побежал, становись в 100, бахни у него этим. Смотрите на чатик, а? Кто попал, кто попал, пометки, епа. Легендарное копье, ооо, еее. Какая дерзкая джейд, офигеть просто. Чтоб я таким дерзким был, жесткий, жесткий джейд, дерзкий, как пуля резки. Бак прибежал, точнее лев прибежал. Ну и бак тоже, да? Так, в бочку стан прошел, если чё, чекайте, ребят. Бочку прошел стан. Так, хилим наших союзников пока что. Бахаем по всяким разным. А, там Генри? А чё я думал, что бак? А мне, наверное, показалось. То есть, я видел Генри и всё. Ну, кстати, они между собой сейчас дерутся? Или нет? Нет, они не между собой дерутся. Это не друзья. А чё их же было? Да чё тут джейд бегает какая-то восьмого уровня? Чё за приколы? Сейчас Генри, кстати, можем добить пол, по идее. Везучий ленте улетел. С ботинка Люб на Генри. Так, хилимся пока что норм. Генри, кстати, может нас вытащить, по идее. Нет, я не вытащу, наверное, это всё. Уже никак. Хотя ещё есть шансы, в принципе. Нет, ну вот, понимаете, Генри был на тоненького. У него больше КП нету. То есть я его мог изида тащить. Блин, то всё было такое на тоненького. Если бы моя команда чуть-чуть получше сыграла, то, возможно, я бы успел. Они были уже нулёвые. Ну вот, опять же, адекватные игроки против сквада неадекватно. Плюс там ещё сквад. В общем, практически было всё идеально. Практически. Если бы не момент, то что у нас Брюс умер. Одиннадцатый вроде или десятый, неправильно. Ну и, в принципе, остальное было плюс-минус нормально. Даже восьмой никсы тот лучше сыграл, чем этот курс. Ну что поделать, такие вот бои. Такие вот реалии. Абузеры, как всегда, процветают. Наша игра прекрасна. Ну, мы провалимся дальше. Надеюсь, в этот раз они быстро мне не попадутся. Очень на это надеюсь, потому что, ну, сами понимаете, тяжеловато с этим всем играть. Я даже не увидел. Есть там кто-то? Был, не было. Так вот. Жесть, а что это такое? Ну что, офигели? Шесть, вы видели что там? Жесть. Просто налетели на меня, как коршун какие-то. Ну ладно, развалили. Кстати, заметьте, как они быстро убежали. Очень странно. А у нас еще никс с кофем. Ё-моё. Элита зубы, как всегда, у меня только в команде попадается. Ой, люблю свою эту игру за элиту, которой мне дается. Смотрите, плюс у нас седьмой, а? Какой красавчик. Четырнадцатого луи догнал и убил. Вот это я понимаю, красавчик. Не то, что все остальные. Так. Закинем здесь эти. Поставим еще одно копье, возьмем. Не, ну все, в принципе, норм. Мы как-то растащили. Там, смотрю, противники еще есть. Надо бы за ними выехать. Или уже все. Сбежали эти противники, да? Обидника. Я хотел еще подраться. Ну да ладно. Лиська у нас модная. Ну вот, кстати, смейте. Скинчик. Волшебные лапки. Это, вроде, кстати, первые скины были, которые были по новой вот этой системе их, которая связана с новыми скинами. То, что вот эти коллекции, вот это вот все началось с волшебных лапок. Они, кстати, красивенькие за счет анимации, да? Было бы классно, если бы всем скинам анимации какие-нибудь добавили, но тогда это же уже будут легендарные скины. По идее, так, да? Вот скажите, что у меня за команда? А, не, они нормально, они все, они выжили. Ну вот тоже, как бы, зачем разделяться было? Зачем? Могли бы сыграть нормально командно. Нет, вот надо им куда-то убежать. Панда к Генри. Ладно еще Генри, он только в кустах всех видит, то есть он может спокойно взять и уйти, да? Но панда-то не видит. Ну он-то не в кустах даже. Он на воде вообще. Ой, что-то мне не нравится. Вот где-то я уже это видел, ребята. Сейчас мы туда не пойдем. Вот чекать я на остров не пойду. Даже все мои команды там умрет. Я туда не пойду. Это мой принцип сейчас. Я сейчас буду бахать вот здесь вот. По этим челикам всяким разным. И не пойду на остров. Так, пока что просто бахаем. Так, выращиваемся немножко от гранат. Сложно, конечно, бахать, когда... Столько противников. Так. За стеночку спрятался. Отлично. Живем пока что. Черепаха надо добить. Капканчик поставить по нему. Е-мое, что так больно? Дерзкий Никс. На тебе, плюх. Так, ну жираф, кстати, это проблема. Нужно его добивать. Генри пошел врываться. Жираф в тени, конечно, залетает вовремя. Все просчитал. Прям тайминг мастер. По-другому не скажешь, да? Так, ну мы живы, плюс-минус. Я надеюсь, Брюс там не умрет. У нас в Кенри просто убежал. Нужно идти за ним. Блин, Никс кофем и косточкой. У меня в команде, понимаете? Кофе и косточка. У Никса. Это командный игрок, если что. Как вам, а? Прикольно, да? Ай, да, прикольно. Брюс в итоге умер. Но я... Это его ошибка была. Максимальная его ошибка. Я не буду вообще лезть к этому Брюсу теперь. Гористо, умер его проблемы. То, что он умер, это максимально проблемы Брюса. И ничьи больше. Домой, я сказал. И панда тоже. Ну, Никс успевал выжить. Я все равно бы его арестовал. У меня был еще, это, дефибриллятор готов. Ну, Брюс сам виноват. Лезть на жирафа в соло. Это была его ошибка максимальная. Говорится, пусть учатся играть. А не лезет на жирафа. Да? Да. Так, ну что. Лизьку мы апнули на 1100. Но мы, наверное, на этом не закончим. Надо еще, я думаю, парочку-то пойдем взять. Хотя бы, чтобы было проще на следующей неделе. Потому что надо на следующей неделе вырваться. Судя по балансу, который есть сейчас, нужно прорываться на более высокий рейтинг в самом начале недели. А у нас все плохо, ребятки. У нас все плохо. Мы сейчас попали в клешник с квадом. Единственный вариант, это сейчас уйти вверх в музей. И надеюсь, моя команда это поймет. Ну, они постарались понять, но не смогли. Слишком рано им еще понимать, наверное, этот элемент. К сожалению, к сожалению, слишком рано. Но спасать их нет смысла от слова никакого. Поэтому просто лутаемся. Не знаю, как мы будем побеждать. Как мы победим? Не впервой же. Рально. А теперь погнали. Кстати, у нас еще команда там еще живет. Вот смотрите, ну как, жила. Нет, назад. Как говорится, умерли, но эффект с ними. Гением. Просто пойти на два склада, это надо было быть настолько гением, что я не знаю. Что делать сейчас? Хавилион. Так, ну, мне сейчас есть вариант, кстати, неплохой. Стравить два склада и красивенько свалить. Надо только это сделать очень красиво. Делаем это все красиво, так. Блин, проблема в том, что... Почему не вдвоем на меня нападают? Ну, нападайте у них другого. Ну, в гении, блин. Во, на друг друга нападайте. Наконец-то получилось. Теперь отходим. Правда, две птички потелки. Я вообще не рассчитывал терять аптечки на этих двух складах. Так, зона, мне кажется, будет в музее. Поэтому мы сейчас делаем здесь ловушку, достаточно жесткую. Правда, будем копить яйца, чтобы всегда было два яйца, на всякий случай. Чтобы были запасные, так сказать. Давайте закинемся, а то там скоро будет уже эта перезарядка. И сюда еще закинем. В общем, сделаем себе небольшое ограждение. Я думаю, оно мне пригодится. Достаточно неплохо пригодится, я так считаю. Так, так. Вот, они там сейчас друг друга побивали. Мой план сработал. В принципе, я уже занял восьмое место. Это неплохо. Я думаю, я смогу отжать место получше. Правда, не уверен, что я тут все-таки останусь. Потому что, ну, зона видно, что начал двигаться. А тут, видите, медленнее, а тут, быстро. То есть, скорее всего, мне сейчас придется отсюда уходить. Уходить мы будем, конечно, кустами. По уголку, скорее всего. Жалко, ботинка нет, оно. Чего? Нет, этого нет. Ну, что приходится, ребятки, тяжело. О, вы видели сами все. Два сквада заспавнились. Вместе с нашим сквадом, да? Все это видели прекрасно на карте. Это было очевидно, понятно, как ясный день. Что дела моя команда? Пошла, злилась. Хотя я им намекал, что нужно пойти наверх. Но понял, мне только один хамелеон, который потом все равно прибежал и слился. Это было настолько гениально, что мне слов нет. Но... Эти гении, это нечто. Это зуба. Что уж сказать. Ладно. Тянем время. Конечно, зона здесь движется сама боль, сама быстро, но... Это единственное место, где были кусты. Итак, сейчас вы видите, как я шестой остался, скорее всего. Поэтому можно идти. Идти умирать, да. Кстати, мог бы я шопнуть, на самом деле, кролика скиплю. Можно было красиво все сделать, но... Я знал, что их тут осталось пятеро, поэтому особо не парился. Вот такой вот боец, как бы сделали все правильно. Стравили два сквада. Золотали там аптечки, стравили два сквада. Вышли сухими из воды, ну, практически, две аптечки. Потеряло, правда. Но, по итогу, пять рейтингов заработал. Это максимально, наверное, было реальное, что можно было сделать в этом бою. Вот реально. Хотя, конечно, я мог бы там подраться в тот момент с... Ну, с теми противниками, но мне что-то кажется, что они нас бы вынесли. Думаю так. Потому что лута не было, а птичек не было. А у них, скорее всего, было, потому что... Ну, они на той позиции были, да. Ну, ладно, погнали, еще один боец скатаем. Закрепим этот прекрасный результат, надеюсь, победкой. Ой, конечно, тяжело с такими деньгами играть. На что поделать? Пока что баланс такой. Опять. Ох уж этот баланс, да. Завезли, а потом откатили. Ры, разрабы, зубы. Впрочем, ничего нового. Ладно, давайте залутаем немножко прекрасных... Чего тут у нас? Лута. И погнали с командой наверх. Поставим тут яйцо. Ну, видите, хотя бы эта команда понимает, что такое музей. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть на понимает. Опять же, надо бы успеть дойти до ботов. Ну, хотя бы до аптечки мы успели дойти, это главное. Лук тоже успели залутать их, тоже хорошо. Еще бы одну аптечку где-нибудь найти, было бы красиво. Я надеюсь... О, а вот и она. Ну, все. У нас теперь все красиво. Я пока что лутать не буду, потому что еще не все подошли. Джейдс, она залутала, но думаю, никто там тоже досталось. И теперь у нас, в принципе, хорошие варианты пойти и подраться. Это будет красиво, правильно. У нас лут хороший, аптечки есть. Можно, как говорится, ворваться. Ну, вот и противнички. И, походу, это очередные абузеры. Да. Ну, потому что они видели, стояли на месте, скорее всего, запустили просто. Низких уровней с телефона, да. Значит, нужно лутать аптечки. Сейчас будет такой момент, скорее всего, там очень жесткие ребята против нас. Какие-нибудь попались. Жаль, не я добил. Ну, мне не дадут, конечно же. Конечно же, нужно Джейд, гранатан, которая умрет через пару секунд. Ладно, давайте яйца хотя бы будем делать. Возможно, они пригодятся. Правда, проблема, видите, зона движется, надо будет двигаться вести зону. Поэтому пойдем. Выбора у нас нет. Остался против нас один сильный сквад и один недобитый. Не знаю, как мы это сейчас будем реализовывать. Это страшно будет. Но попробуем, попробуем. Сыр противников рядом пока что нет. Можно расслабиться немножко. Опять же, мне сейчас надо играть очень аккуратно. Играть от дистанции, не подставляться. Потому что, по сути, моя команда сейчас это просто мясо. Да, наверное. Вряд ли здесь кто-то сможет намашить, кроме меня и жирафа. Опять же, надо смотреть будет по ситуации. В кусты заходить максимально невыгодно и неправильно. Но мы это делаем. Это же моя команда. Поэтому мы это делаем. Итак, ставим яйца на всякий случай. Может, они пригодятся. Ну, пока что их ладает хамелеон, который непонятно где получает урон. Так, ну, противников, вроде, кстати, нашли. Да? Или нет? У хамелеон опять получил урон. Мне кажется, там Лизи, да, в другой команде. Или он от... Чего он получает урон? Да, Лизи, в другой команде вижу. Отличненько. Ну, значит, сейчас будем драться. Этот хамелеон мне бесит. Почему он питает на яйца-листах? Чем ему это делать? Блин, мы, моя команда. Джейт 15 уровня, как я говорил. В принципе, как я и говорил. Я ищу ним. И смотрите, где моя команда. Моя Джейт, смейте, что делает. Это та Джейт, напоминаю, которая забрала мне легендарную гранату. Заметили, да, что она делает? Заметьте. Смотрите на карту. Смотрите. И что мы хамелеон делает? Смотрите, смотрите. Просто. А зачем они сейчас вернулись? У них еще и Лизи было, серьезно? То есть у них там 2 тринадцатых и... А Джейт какая? Тоже 13-го не было? Я вот не помню. Или 15-й все-таки. В общем, неважно. Тут, в принципе, очевидно было. Джейт, сейчас глянемся. Вон она бегает. Ну, покажите, ну... 15-й. То есть 15-й Джейт и 2 тринадцатых. И моя Джейт, которая просто убежала с легендарной гранаты. Очень полезная легендарная граната. А я соло дрался против 15-й. Ну, что ж. Я могу сказать, ребятки, абузеры. Раз. Гениальные команды 2. Такие дела 3. Опять же, жираф, хамелеон и... Джейт в замесе против двух тринадцатых уровней одного пятнадцатого уровня просто стояли. Тарам-парам-пам. Такие дела. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Немножечко сегодня волшебные лапки Лизи не принесли нам удачи. Ну, мы на скиле вытащили все равно себе тысячу встретить, а остальное уже не важно. Какие дела? Всем пока-пока.